Я все-таки хотел сказать от простого человека, простого человека, который боится этого вируса, который боится, что заболеют его родные, близкие, любимые, который выходит с опаской в магазин с двумя масками, там, я не знаю, надевает на лицо, там, закупается на неделе и так далее, и так далее. Это вот такая жизнь человека, тем более следствия массовой информации накачивают. У каждого это есть, да и у меня это есть, у каждого это есть. Вот, если можно, ваш совет, как вот такому человеку жить, себя вести в эту эпоху? Вот как ему подстроиться под этот вирус? Можно вот так вот, может быть, спросить. А ты успокойся. Так. Сядь, нечего бегать. Человек вообще создан не для того, чтобы бегать, он создан для того, чтобы сидеть. Да. И подумай, какая может быть жизнь, кроме этого второй половины 20 века, которую мы себе сделали на свою голову. Есть немножко другая жизнь, когда ты начинаешь понимать, для чего ты живешь, ради чего ты живешь. Не просто бегаешь, 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 пока не упадешь и не умрешь. Мы не знаем, откуда пришел этот коронавирус. Кстати говоря, это нам и не важно, допустим, сейчас. Давайте мы просто скажем, что это хорошее дело. Это вот ваши советы простому человеку. Да, да. Простому. Простому человеку. Он нас останавливает. Вирус. Да. Он говорит, остановитесь, люди. Земляне. Смотрите, что вы делали с землей. Вы же уничтожаете все, на чем вы существуете. Вы уже добиваете всю природу, которая вас развила, породила, воспитала, в которой вы существуете. Мир наш двигался к мировой войне. Просто то, куда мы себя вогнали, вот есть такие состояния в жизни, даже в индивидуальной жизни человека, когда он входит в нее, и он чувствует, что он из нее уже выйти не может. Это обязательно его приведет, просто затащит в какую-то такую очень нехорошую среду, в очень нехорошие дела. И он из этого выйти не сможет. Вот мы в таком состоянии находились. То есть вы говорите, что вирус даже спас, спас, можно сказать, человечество от мировой войны, можно так сказать. Обязательно. Я в этом абсолютно уверен, что если бы не вирус, а этот, то в ближайшее время мы бы начали бы просто заниматься войной. То есть сказать спасибо вирусу вы предлагаете? Обязательно. Целовать его. Вот если он тут вокруг тебя такой, с короночками со своими, поцелуй. Вот я представляю этого простого человека. Война – это довод, действительно. И действительно все двигалось. Мы к этому шли. Как это так? У нас другого выхода не было. Потому что мы эгоисты, приходим к состоянию, когда только война может спасти нас, обновить рынки, обновить чего-то. И мы снова начнем бегать и все делать. После того, как разрушим все. И снова то же самое. Это то, чем мы занимаемся. Ну смотрите, глобально мне понятен этот вопрос. Во-первых, вирус сам глобальный. Это тоже удивительно. Смотрите, у природы или у творца, что одно и то же. В запасе какие вещи интересные есть. Да, да. Он всех достал. Абсолютно. Да еще спокойно так. Смотрите, до этого и пожары, и вулканы, и извержения, и ураганы. Это где-то там все время казалось. Касалось тех, кто там находился. Других не касалось. Вдруг этот маленький вирус. Каждого достал. Каждого. Каждого абсолютно. Вот это вот поразительно. И все согласны с ним? Все согласны? Кто-то там еще пикал там чего-то, говорил, да, это не нам, нам плевать, нам все. Как только пришел, сразу все присели и выявили готовность. Так что нам надо понимать эту особую миссию этого вируса. Нечего о нем много говорить, надо говорить о себе, а не о нем. И не как от него защищаться, а как с помощью его преображаться нам, самим, каждому и между собой. То есть я вот сижу у себя в комнате закрытой, да, со своей семьей. Вот и подумай, вот и подумай, почему он таким образом избирательно действует, посадил тебя отдельно в комнату, и вот ты сидишь со своей супругой, с детьми, ты с ними не встречался уже, я не знаю, лет 10, 20, 30. Впервые за долгое время. Да, сейчас ты можешь узнать, а как этого зовут, а чем ты занимаешься. О, ты уже там в пятом классе, а ты уже большой такой и так далее. Вот сейчас ты и начнешь видеть этих детей, и себя, и жену. Это вообще правильно на самом деле. Вот сейчас тоже у меня, я сижу дома впервые за долгое время, обычно я туда забегал на очень короткое время. И счастлив человек. Нет, не говорить. Вот, и вдруг сидим, жена сидит, и так начали вдруг разговаривать о жизни, и вообще, как все происходит, и начали добираться вот до того, что вы говорите, как мы жили, и как будем жить. Вот такие разговоры начали вести. Вопрос мой еще один. А страх, который неминуемо существует в человеке, вот ему какой вы совет дадите, как с ним работать? А от чего страх? Страх заразиться, заразить других. Они приходили, другие вирусы тоже самое, от гриппа там, или от чего-то другого, люди не умирали. Мы просто об этом уже не говорили. Потому что привыкли к этому, что каждый год такое-то количество людей умирает. Ну так что? Тут какая-то... И сейчас тоже, какой процент-то всего? Ерунда. Я к тому говорю, что поднимаем панику в абсолютно естественных случаях. Ну вот скажите мне, вот это попахивает каким-то высшим разумом, который нас всех прессует. Да, конечно. Да? Это что-то такое сверху, действительно. Ну так это... Логики говорят, как вы говорите. И грипп, и дорожные происшествия, это все уносит в тысячи раз больше жизни. И в то же время, и они тоже сидят дома, и они тоже, знаете, пишут, в то же время в них сидит, это сидит, вирус сидит в них. Что это такое за высшее управление? Вот чего оно хочет? То есть это не через вирус, не через вирус передается в меня, это передается в меня через мозги, через внутренние ощущения. Это вирус такой. Он работает у нас в мозгах и в сердцах. И поэтому мы к нему относимся по-другому. Понимаешь? Ну чего тут есть? Да выпил полбутылки водки и пошел... Забылся. Да. И все. Нет. Это уже не так. И начиная с руководителей, высших там президентов и так далее, и до тех, кто работает буквально, чистит улицы, все-все перед ним склоняются. Это не просто потому, что вирус кого-то заразил или кого-то умертвил. Это не средство массовой информации раскручивания? Нет, 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 нет. Это им кажется, что они это делают. Есть много конспирологических теорий сегодня. Откуда это пошло? И интернет уже я представляю полонный. Забит, забит, забит всей этой фигней. Забит. Просто столько теорий вы даже себе не представляете. Ну так и... А вы все-таки стоите на том, что это вот точечная... Это сделано для того, чтобы человечество хорошенечко так встряхнуть. Знаешь, как у ребенка вот встряхнешь его, чтобы он... О! Выбил немножко из него эту дурь. Вот сейчас он может думать, слышать тебя и поступать по-другому. При этом каждого. Вот это поразительно. Каждого. Да, да, да. От президента до рыбака последнего. Да. Да, и поэтому я очень рад, знаешь, счастлив, кто посетил серый мир в его минуты роковые. Красиво, да. Да, так что мы с тобой находимся... В минуты роковые. В минуты роковые. Это перестройка очень серьезная мира. Идеологическая перестройка, я надеюсь, это будет. А не какая-то там финансовая, психологическая. Это именно перестройка духовная. Когда мир начинает думать, зачем и вообще, для чего мы существуем. Мир изменится или забудет это, как все остальное забыл? Даже Вторую мировую войну, такие катастрофы. Жертвы забыл. Нет, это все, что происходит на материальном уровне, забывается в течение максимум столетия. Максимум. То есть, и это забудется, и вирус забудется, вы считаете? Если мы ему позволим, он забудется. То есть, нельзя позволить, да? Нет. Мы должны понять, что вообще это не вирус. это добро, высшее добро, милосердие, которое показывает нам, в какой ужасный мир создали мы. И как мы в нем, в принципе, страдаем. И настолько оттупели, что мы просто рабы, существуем. Утром я бегу к своей машине, завожу ее, два часа там добираюсь до работы в этих пробках, работаю, чтобы заправить эту машину и приехать домой. домой дома. Когда я уже прихожу, это вечером успеваю посмотреть там какую-то телевизионную программу идиотскую. И завтра снова то же самое. И жена моя, а где дети мои, вообще неизвестно, где и что, в каких-то кружках, за которые мы платим для того, чтобы работать, работаем для того, чтобы платить за эти кружки и так далее. Это вообще ужас. Ужас, что происходит. Все эти ипотеки. То есть, такой замкнутый круг, такая белка в колесе. Специально, специально мы такой мир для себя создали. Вот давайте мы его все-таки подумаем, как нам его изменить. Вирус нам в этом поможет. Да поможет нам в этом вирус. То есть, да поможет нам в этом вирус и все страхи оставить, вы говорите. Оставить. Никаких страхов не должно быть. Страх должен быть только один, чтобы я правильно воспользовался настоящим моментом. Вот и все. Правильные выводы сделали, да? Да. А правильный вывод, он очень простой. Мысли, мысли, давайте задумаемся, для чего мы живем, как мы можем построить свою жизнь. Все-таки по-другому. Мы видим, что какой-то вирус несчастный, да, он может вдруг из нас сделать таких спокойных людей. Будем сидеть дома, не будем дергаться, не нужны нам миллиарды. Они сейчас пропадут постепенно. Слава Богу, что от них много не останется и все прочее. Не надо ничего. Мы же выдумали все эти деньги, все эти богатства, все это для того, чтобы красоваться друг перед другом в нашем бесконечном эгоизме.